Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге «Исход», и сегодня мы будем читать 29 главу этой книги. В ней с 1 по 14 стих говорится об обрядах посвящения первосвященника и священников, и какие жертвы за их грехи при этом приносились. С 15 по 44 стих рассказывается о жертве всесожжения, а 45 по 46 стих – обещание Господа обитать среди сынов Израилевых. И вот эти темы мы сегодня с вами постараемся рассмотреть. Итак, 29 стих с 1 стиха и ниже. «Вот что должен ты совершить над ними, то есть над Аароном и его сыновьями» – это повеление Бога дается Моисею. «Вот что должен ты совершить над ними, чтобы посвятить их во священники мне, возьми одного тельца из валов и двух овнов без порока и хлебы пресные и опресноков, смешанных с елеем, и лепешек пресных, помазанных елеем, из муки пшеничной, и сделай их, и положи их в одну корзину, и принеси их в корзине, и вместе тельца и двух овнов». И далее «Аарона же и сыновей его приведи ко входу в Скинию собрания и омой их водою». Вот здесь мы видим, что когда говорится о Аароне, обязательно говорится и о его сыновьях. Аарон – пересвященник. В христианском понимании мы имеем пересвященником самого Христа. И как Аарон неотделим от своих сыновей, так и Христос не отделяется от верующих в Него. Будучи царем и пересвященником, Христос благодатью делает всех нас, верующих в Него царственным священством по благодати. И здесь мы видим, что первое действие, которое совершалось для очищения Аарона и его сыновей, это омовение водою. Скажем так, начало Ветхозаветного священства, сомовение водою и начало христианского царственного священства – это когда человек крестится во имя Святой Живоначальной Троицы в воде и становится причастным царственного священства по благодати. В Православной Церкви различается всеобщее священство, когда каждый крещеный и царь и священник по благодати, и сугубое трехчинное священство – это деканат, пресвятариат и епископат. И возьми священные одежды, и облики Аарона в хитон, и в верхнюю ризу, в эфод и в наперстник, и опояж его по эфоду, и возложи ему на голову кидар, и укрепи диадиму святыни на кидаре, и возьми елей помазания, и возлей ему на голову, и помажь его. То есть при поставлении в персвященники, священники человека облачают в полное облачение и возливают на него освященный елей помазания, как он называется. И приведи также сынов его, и облики их в хитоны, то есть уже после их отца, и опояж их поясом Аарона и сынов его, то есть они как бы неотделимы друг от друга, как Христос неотделим от своей церкви, и возложи на них повязки, и будет им принадлежать священство по уставу навеки, и наполни руки Аарона и сынов его. Здесь не очень понятно, чем наполни руки, скорее всего, речь идет о благодати. Теперь своими руками они будут тайно действовать. «И приведи тельца пред скинию собрания, и возложи Тарон и сыны его руки свои на голову тельца пред Господом у дверей скини собрания». Имеется в виду, что они возлагали руки и говорили свои грехи. Им надо было очиститься. Для того, чтобы очищать народ Божий, первосвященник и священники должны очиститься сами. И мы, священники православные, стараемся перед службой, особенно перед божественной литургией, и исповедоваться, и примиряться с теми, у кого у нас какие-то конфликты, чтобы стать источниками прощения грехов для других людей и источником благословения для других людей. Но для этого мы сами должны пережить Божье прощение и примириться со всеми, с кем у нас были какие-то неприязненные отношения. И Христос в Нагорной проповеди говорит, если принесешь дар твой преджертвенникам, и вспомни, что брат твой имеет на тебя, не ты на брата, а брат на тебя, оставь там дар твой преджертвенникам, пойди прежде примирись с братом своим. То есть это все очень важно. И приведи тельца пред скинию собрания, и возложит Аарон и сына его руки на голову тельца пред Господом у дверей скини собрания, и заколи тельца пред лицом Господнем при входе в скинию собрания, и возьми крови тельца, и возложи перстом твоим на роги жертвенника, а всю остальную кровь вылей у основания жертвенника, и возьми весь туг, покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе почки, и туг, который на них, и воскури на жертвенники. А мясо тельца и кожу его, и нечистоты его сожги на огне, вне стана, это жертва за грех. Имеется в виду, что это прежде всего жертва за грех Аарона и его сыновей. Посмотрим, какие комментарии есть на последний 14 стих, который мы с вами прочитали. Лев Великий, Папа Римский, это его проповедь 59-я, он пишет, как говорит апостол, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Он, Христос, принося Себя Отцу, как новую истинную жертву примирения, был распят не в храме, уже утратившим свое былое величие, и не в пределах города, должного быть разрушенным из-за своего преступления, но за его пределами и вне лагеря, чтобы после ухода старых жертвоприношений на новый алтарь приносилась новая жертва, и чтобы крест Христов стал жертвенником не для храма только, но и для всего мира. Здесь мы видим, что по истолкованию Льва Великого наш жертвенник, об этом мы говорили и ранее, это крест Господень, а Христос умирает на кресте вне стана, и это жертва за грех, как мы прочитали сейчас в окончании 14 стиха 29 главы. То есть все это сжигалося, вот это жертва за первосвященника и священников, за Аарона и его сыновей вне стана, мы прочитали, а мясо тельца и кожу его, и нечистоты его сожги на огне вне стана, это жертва за грех. И вот она была принесена Господом, когда Он силой своей любви попалил все наши грехи, все наши преступления, попалил все наши нечистоты, все наши скверны и сделал нас способными быть священниками и царями по благодати. И далее мы читаем «И возьми одного овна, и вложат Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколи овна, и возьми крови его, и покропи на жертвенник со всех сторон, рассеки овна на части, вымой в воде внутренности его и голени его, и положи их на рассеченные части его и на голову его, и сожги всего овна на жертвеннике, это все сожжение Господу, благоухание приятное для Бога, то есть жертва Господу». А здесь мы сталкиваемся с неким таким антропоморфизмом, как будто Богу это приятно. Богу приятно наше усердие в служении Ему. Как отец Павел Флоренский говорил, что вся разруха в современной церковной жизни от невнимания к культу, а тот, кто проявляет внимание к обряду и культу, он предохраняет разруху церковной жизни. Далее говорится «Возьми и другого овна и возложат Арон и сыны его руки свои на голову овна и заколи овна и возьми крови его и возложи на край правого уха Аронова и на край правого уха сынов его и на большой палец правые руки их и на большой палец правой ноги и покрапи кровью на жертвенник со всех сторон и возьми крови, которая на жертвеннике или помазания и покрапи на Арона и на одежды его и на сынов его и на одежды сынов его с ним и будут освящены он и одежды его и сыны его и одежды их». Мы видим, что приносились таким образом две жертвы, что может косвенно указывать на ветхозаветное и на новозаветное священство. И 22 стих, на который отцы церкви обращают внимание, «И возьми от овна туг и курдюк, и туг покрывающий внутренности, и сальник с печени и обе почки и туг, который на них правое плечо, потому что это овен вручения священства». Давайте посмотрим, какое объяснение этого стиха нам предлагают отцы. Вот Григорий Великий в пастырском правиле пишет, «Согласно божественному закону священник употребляет для священодействий плечо и правое, и отделенное, чтобы действие его было не только полезным, но и единственным, и он делал то, что правильно, не только среди дурных, но и среди добродетельных подданных. Как он превосходит их честью своего положения, так пусть отличается и добродетелью нравов». Здесь Григорий Великий обращает внимание на то, что уточнение по поводу правого плеча в 22 стихе это не случайность, это не оговорка, это уточнение о том, что любое действие священника должно быть правым, то есть направленным на благое дело, то есть он проявляет заботу о всех своих посомах, не только о благочестивых, но и о нечестивых, желая их исправления. И вот 27 стих, на него тоже обращают внимание древние комментаторы, и освети грудь приношения, которая потрясаема была, и плечо возношения, которое было возносимо от овна вручения, который для Аарона и для сынов его. И мы теперь посмотрим объяснение этого 27 стиха. И это опять Григорий Великий, который пишет, это его трактат «Пастырское правило». Для еды ему также отделяется грудь вместе с плечом, то есть для священника, чтобы он вкушал. Чтобы то, что полагается ему брать от жертвы, то же самое он научился приносить в жертву создателю от себя. То есть мы приносим в жертву создателю то, чем мы сами дорожим. Далее Григорий пишет «И пусть он не только помышляет в груди то, что право». Вот так Григорий объединил вот это уточнение плечо, правое плечо. «И пусть он, то есть священник, не только помышляет в груди, то есть в своем сердце то, что право, но также побуждает тех, кто на него смотрит, к делам возвышенным, действуя словно бы мощным плечом деяния. Пусть не стремится ни к какому преуспеянию в этой жизни, не боится никаких трудностей». То есть он должен быть готов подставить свое плечо. «Пусть призирает мирские утехи, чувствуя внутренний страх, а прочие страхи не ставит ни во что, помышляя об утехе внутренней сладости». То есть священнослужитель – это бесстрашный человек, который совершает свое служение перед Богом, это правое служение, и он готов подставить свое плечо любому другому человеку. Как сказано в Писании, носите бремена друг друга. Далее с 28 стиха по 37 стих продолжаются вот эти законы о посвящении священники Аарона и его потомства. А с 38 стиха по 46 здесь говорится о ежедневных жертвоприношениях. Мы прочитаем 37 стих. «Семь дней очищай жертвенник и освети его, и будет жертвенник святыня великая, все прикасающиеся к жертвеннику освятятся». То есть освящался не только священник, но и жертвенник. В христианской традиции это освящение храма, которое и совершается через освящение жертвенника. Это такой установленный уже обряд. И давайте посмотрим в окончании этой главы. Здесь говорится следующее слова Бога. «И освящу скинию собрание и жертвенник, и арона, и сынов его освящу, чтобы они священно действовали мне, и буду обитать среди сынов Израилевых, и буду им Богом». Почему так Господь говорит? По той же причине, почему и Христос говорит, «Если где двое или трое соберутся во имя Мое, там и я посреди». И 46 стих, последний стих сегодняшней главы, «И узнают, что я Господь, Бог, их, который вывел их из земли Египетской, чтобы мне обитать среди них, я Господь, Бог их». Ветхозаветные времена Господь мог обитать среди народа своего, но в новозаветные времена исполнилось обетование Бога о том, как он сам говорил, «вселюся в них», то есть «не буду обитать среди них», «а вселюся в них», «буду ходить в них», «и они будут моим народом», «и я буду их Богом». И вот сегодняшняя главу, которую мы рассматривали, здесь мы видим приготовление народа Божьего к той славе, которая в полноте раскрывается только в формате новозаветного откровения, ибо ветхий завет по отношению к новому – это образы, тени, которые указывают на первообраз. Итак, сегодня мы кончили просмотр 29-й главы книги «Исход». Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем вместе с вами читать 30-ю главу этой книги. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах на нашем портале. Спасибо Господь! Субтитры создавал DimaTorzok